Берегите свои накопления! Жители Неницкого округа попадаются на удочку агентов негосударственных пенсионных фондов. 2000 нарушений закона за полгода в прокуратуре подверли итоги контрольно-надзорной деятельности. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Цепетова. В окружной пенсионный фонд обращаются обеспокоенные жители. Граждане утверждают, что к ним домой приходят люди и, представляясь сотрудниками государственного пенсионного фонда, убедительно настаивают немедленно переводить свои пенсионные накопления в негосударственный фонд, иначе они просто пропадут. В результате особо доверчивые жители округа подписывают финансовые документы, не глядя, и даже не задумываясь, кому и на каких условиях они передали управление своей будущей пенсией. Жители Неницкого округа уже попались на удочку агентов негосударственных пенсионных фондов. Их схема незамысловата и выглядит следующим образом. Когда агент приходит к человеку, значит, ему какую-то информацию выдают, причем там они ссылаются на законодательство, они говорят, что если вы сейчас не напишете, то ваши средства пропадут, обнулятся. Этому верить вообще нельзя, то есть они никуда не денутся, даже если они находятся в пенсионном фонде, они как были у человека, так и останутся, так и будут продолжать инвестироваться только в пенсионном фонде. Скорополительное решение о переводе денежных средств к другому страховщику может иметь печальные последствия, отмечает Ольга Парфенова. Ведь зачастую агенты подсовывают на подпись досрочное заявление о переходе. А граждане в силу своей неосведомленности всех пенсионных тонкостей не понимают условий такого перехода. Если вы пишете досрочное заявление, то средства переводятся страховщику, новому страховщику, на следующий год после написания заявления. Но здесь есть два существенных риска. Это потерять инвестиционный доход. А если инвестиционный доход еще, кроме того, оказался отрицательным, то вы еще теряете часть от гарантированной суммы, от номинала, скажем, да, который уже не восстановится. То есть таким вот скорополительным переходом вы можете сами себе уменьшить средства пенсионных накоплений. В случае, если вы все-таки приняли решение перейти к другому страховщику, важно помнить несколько простых советов, отмечают сотрудники пенсионного фонда. Во-первых, уточните, где сейчас находятся средства ваших пенсионных накоплений. Если вы решили перевести их в негосударственный пенсионный фонд, не делайте этого скорополительно. Узнайте его историю, поинтересуйтесь, является ли фонд участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. И помните, что всю исчерпывающую информацию о пенсионных накоплениях вы всегда можете получить у специалистов отделения пенсионного фонда по Неницкому округу. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Итоги контрольно-надзорной деятельности за первое полугодие текущего года подвели в прокуратуре Неницкого округа. При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, было выявлено почти 2000 нарушений закона. 52% приходится на социальную сферу. Сложившаяся внешнеполитическая обстановка и введение в отношении Российской Федерации экономических санкций потребовали от прокуроров сконцентрировать усилия на неукоснительное выполнение законов в экономической сфере, в том числе поддержки предпринимательства, целевого и эффективного использования бюджетных средств, осуществление закупок, реализации госзаказа. В текущем году особое внимание будет обращено на дорожную сферу. Сейчас здесь сосредоточены огромные средства федерального и регионального бюджетов, поэтому прокуроры будут осуществлять надзор за их целевым и эффективным расходованием. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на участок дороги на Ринмарусинск строительство, а также строительство дороги Тельвиски, на которую уже потрачены огромные бюджетные средства, но дорога в непригодном состоянии, фактически на нулевой стадии строительства, что потребует и уже заложенные 18 миллионов на создание проекта, повторного проекта на строительство данной дороги. Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры остается работа с обращениями граждан, восстановлением прав в социальной, жилищной и других сферах. Прокуратурой округа также организована работа по обеспечению в регионе законности в сфере ценообразования на социально значимые продукты питания. Приоритетными направлениями прокурорского надзора остаются исполнение законодательства об охране жизни и здоровье несовершеннолетних, соблюдение законодательства об образовании и защите имущественных прав детей и сирот. Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Пьяным быть не модно полицейские на Ринмара провели очередную масштабную акцию, в ходе которой пресекались случаи появления подростков в общественных местах и не только в состоянии алкогольного опьянения. Итоги рейда таковым. За несколько дней удалось проверить 170 мест, где обычно собираются несовершеннолетние. Это ночные клубы, бары, аэропорт, речной порт, торговые точки, парки, скверы, детские площадки, чердаки и заброшенные дома. В поле зрения попали 64 подростка. Пятерых вернули родителям. Троих обследовал врач-нарколог. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, а одного несовершеннолетнего поместили в больницу. К административной ответственности сотрудники полиции привлекли 15 школьников и студентов. К масштабной акции подросток подключились участковая, патрульно-постовая служба, представители народной дружины, работники образования и общественники. Подобные рейды стражи порядка намерены проводить регулярно. Напомню, в регионе для лиц, которым нет 18 лет, действует комендантский час. Появляться на улице без сопровождения взрослого им запрещено с 23 часов и до 6 утра. В искателе закрылся единственный в округе цех по утилизации люминесцентных и энергосберегающих ламп. Жители обеспокоены. Куда теперь выбрасывать опасные лампы? Отдельная кампания в регионе прошла без осложнений. Поголовье оленей увеличилось. Опасно для жизни в искателе закрылся единственный на весь округ цех по утилизации люминесцентных и энергосберегающих ламп. А выбрасывать их в обычный мусорный бак категорически запрещено, ведь внутри таких ламп скрываются опасные пары ртути. Для человека этот тяжелый металл ядовит. О причинах закрытия перерабатывающего цеха в следующем сюжете. Люминесцентные лампы всем хороши. И работают дольше, и энергии потребляют меньше. Минус только один. Они токсичны. В мусорные ящики такие лампы выбрасывать нельзя. Их утилизируют в цеху. Технология проста. В специальной установке лампочку дробят. Пары ртути при этом не попадают в атмосферу, а металл собирают и используют заново. В отходы попадает только битое стекло. В регионе такая установка всего одна. Да и то уже не работает. А сюда вставляется лампа. Уже расправлена. И, соответственно, идет отсос ртути вот в эту установку. Последний раз на этом приборе лампу утилизировали в апреле месяце. Затем начался этап передачи цеха из компании «Постжилкомсервис» в искательскую администрацию. Поселковые чиновники решили, теперь переработкой ртутно-содержащих ламп будет заниматься унитарное предприятие «Служба заказчика». Все бы ничего. Но во время переоформления документов выяснилось, установка неисправна. К тому же, чтобы цех продолжил свою работу, необходима специальная лицензия. Коммунальное предприятие, впрочем, не дремлет и активно решает данную проблему. Хозяйственники уже связались с заводом-изготовителем и сейчас ждут приезда специалиста, который отладит установку. Когда мы получим паспорт по экспертизе, здесь установка, что она работает в соответствии с законодательством, после этого мы только можем направить документы на лицензирование. Остальные, все, что от нас зависит, остальные все документы, они собраны. Это единственная установка у нас в округе. У нас в округе ни в одной организации больше нигде нет таких установок. Отремонтировать установку и получить на нее лицензию в поселковой службе заказчика намерены в ближайший месяц. Поэтому, если у вас накопились люминсцентные лампы, не торопитесь выбрасывать их в мусорные ящики. Ждать осталось недолго. Уже в августе опасные светильники можно будет смело отнести в специальный перерабатывающий цех. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Мы продолжаем знакомить вас с итогами полугодовой деятельности предприятий и отрасли округа. Строители, например, подсчитали количество возведенных квадратных метров. В январе-июне в Ненецком автономном округе введено 3900 квадратных метров жилья, что на 15,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщает территориальный орган Росстата, по НАО из 27 сданных в эксплуатацию зданий, 26 возведены индивидуальными застройщиками. Общая площадь завершенного индивидуального жилищного строительства за 6 месяцев составила 3265 метров квадратных. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Нежилая недвижимость, с начала года в эксплуатацию не вводилась. На 1 января 2015 года регион выполнил все обязательства по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. Также в окружной бюджет в полном объеме от запланированных средств оказал меры поддержки жителям региона по ипотечному кредитованию. Про счет северных оленей закончили оленеводческие хозяйства Ненецкого округа, сообщает Департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса. Отельная кампания 2015 года прошла без особых осложнений. Этому способствовала погода. Весна была достаточно теплой, без резких перепадов, оттепели на мороз. Хозяйство вовремя перегнали стада на отельное пастбище. На свет появились 59 346 лят. В результате поголовье оленей выросло и составляет 186 854 головы. Сохранность взрослых оленей в регионе увеличилась на 2,2%. Непроизводительные утраты оленей в целом по округу снизились на треть. На территории НАУ работает 114 оленеводческих бригад, входящих в сельскохозяйственные организации разных форм собственности. Это 13 СПК, 1 государственное унитарное предприятие и 9 семейно-родовых общин. Все они участники отраслевых производственных соревнований. По итогам соревнований лидером отрасли стал СПК «Ижемский оленевод». Здесь поголовье оленей превышает 29 тысяч голов. Валовое производство мяса – 5,8 тысяч центнеров. Второе и третье места, соответственно, СПК «Ерф» и «Харф». Основными критериями при подведении итогов отраслевого соревнования являются производственные показатели – сохранность поголовья, деловой выход телят, производство мяса. Данные мы подводим по итогам прошлого года и награждаем победителей в дни празднования главного праздника оленеводов, пояснил руководитель управления КМНС Алексей Ордеев. Наградой победителем отраслевых соревнований станут денежные премии. Для сельхозкооперативов это 300, 250 и 200 тысяч рублей в соответствии с занятыми местами. Бригады победителей получат премии от 60 до 160 тысяч рублей в зависимости от их расположения в турнирной таблице. Спортсмены Нинецкого округа совершенствуют свою физподготовку на летних сборах в разных уголках страны. Впереди новые турниры, кубки и чемпионаты. Для окружных спортсменов лето – это не отдых, а интенсивные тренировки. К новым победам в новом сезоне. Спортсмены Нинецкого округа совершенствуют свою физподготовку на летних сборах в разных уголках страны. Ежедневные изнурительные тренировки проходят в основном на специализированных базах под руководством опытных педагогов. А боксеры и вовсе занимаются в горах. В этом году на летние сборы из бюджета НАУ выделено больше 7 миллионов рублей. Олег Хатанзейский о том, с чего начинается путь к олимпийским медалям. Спортивный сезон в регионе традиционно заканчивается в мае. Но для атлетов на самом деле все только начинается с нуля. Впереди новые турниры, кубки, чемпионаты. Чтобы не растерять имеющуюся форму и набрать новую, ребята приступают к усиленным тренировкам. Чаще за пределами региона. Там условия благоприятные. В этом году на летних сборах побывает 170 юных спортсменов. Лыжники и палеотлонисты набирают форму на юге Архангельской области. Боксеры-борцы в горах Кабрадина-Балкария, футболисты в Анапе. Токмандисты в Крыму, а сборная региона по северному многоборью местом для тренировок выбрала спортивные площадки Санкт-Петербурга. Чем примечательны эти сборы? В течение очень сжатого времени, там, две недели, за три недели, можно проделать большой объем работы. То есть двух-трехразовые тренировки в день. То есть очень поднимаются высокофункциональные возможности организма. Если не готовиться, то и форма будет низкая. Ну, естественно, это приведет к попадению спортивного результата в конечном случае. Многие спортсмены летние сборы проводят и в Наринмаре. Хоккеисты и фигуристы тренировались в Лидовом дворце трута. А волейболисты и часть лыжников свое мастерство повышали на площадках детско-юношеской школы старт. Условия ничуть не хуже. Для юных атлетов все тренировки, в том числе выездные, абсолютно бесплатные. Расходы оплачивает округ. Однако затянуть пояса все же придется. Уже в новом сезоне финансирование спорта заметно сократится. Как минимум на 50%. Запланированные турниры и чемпионаты, конечно, не отменят, их проведут по упрощенной программе. Сократится количество игр, судьи, да и призы теперь будут скромнее. А вот на выездных соревнованиях и сборах, особенно приоритетных для НАУ, экономить не планируют. Александр Терентьев, подающий большие надежды в лыжном спорте, обязательно примет участие во вторых юношеских олимпийских играх. Они пройдут в Норвегии. Наш земляк уже попал в список сборной страны. На таких ребятах регион экономить не собирается. Ну, я так думаю, это до конца 15-го года такая ситуация. Ну, в 16-м тоже сложный будет бюджет, но мы уже будем готовы к нему. Сейчас мы просто, если честно говоря, не были готовы к такой ситуации, когда очень жестко нам, скажем так, очень жестко сократят расходы на все наши мероприятия. То есть приходится сейчас принимать решения уже по ходу. Очередной спортивный сезон в Неницком округе стартует в сентябре. Его откроют массово новые турниры, травмы, неподдельные эмоции и слезы. Впрочем, одно всегда остается неизменным. Желание победить – это и есть начало пути к олимпийским медалям. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Неницкого округа, подвела промежуточные итоги. На Черноморском побережье, в оздоровительном лагере Троянда и в детском оздоровительном лагере Мультфильм отдохнуло 268 детей из Наринмара и населенных пунктов округа. Также в рамках закона о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Неницком автономном округе на 2015 год приобретено 1168 путевок в санаторно-курортные организации, в том числе на Черноморское побережье, в город Анапа, санаторно-курортный комплекс Дилуч – 800 путевок, Кавказские минеральные воды, город Ясентуки, санаторий Юность – 247 путевок, Кировская область, санаторий Митина – 121 путевка. В путевку входит трехразовое питание и профильное лечение. Всего на 1 июля оздоровления прошли 298 детей. Это были новости от наших корреспондентов. Далее прогноз погоды.